Продолжение следует... 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 Он является вдохновителем данного проекта, также он является соинвестором и, соответственно, один из собственников данных помещений. Ниван, скажи, какие впечатления у тебя от нашего приобретения и какие ты в этом видишь перспективы? Какую доходность мы с этого планируем получить? Добрый день всем. Помещение хорошее, оно большое, оно, как вы видите, с ремонтом. Тут и полы есть, и стены, и кондиционеры даже висят. Оно хорошо тем, что его можно поделить на несколько частей. Здесь мы поставим перегородочки, и будет у нас несколько отдельных помещений, которые мы будем сдавать в аренду. С учетом цены приобретения, это все можно перепродать с маржой, процентов 80 как минимум. Поэтому помещение супер, локация тоже супер. Здесь до Владыкина, до МЦК, до метро, буквально 100 метров. Поэтому, в общем-то, все круто. И еще будем сейчас это дело все монетизировать, со страшной силой заселять, сдавать. А ты как для себя планируешь? Мы вначале заселим, потом будем продавать, или мы в продажу сразу с тобой выставим все эти помещения? Я думаю, мы надо просто параллельно все это делать, и в продаже заселять. То есть, и так, и так. И там есть свои клиенты, и там свои клиенты. Так что, в общем-то. А когда вот будут готовые помещения у нас под рабочие места, как мы с тобой планировали, что мы там ожидаем? Какая прибыль? Какая прибыль? Ну, в комнатке 20 метров можно там сколько, 5-6 рабочих мест. Одно рабочее место, если даже по десятке считать, это 1060 в месяц. Соответственно, как бы, ну, 60 на 12, 70 на 720. Ну, процентов там 30-40, 50 годовых, в принципе, можно делать. То есть, ожидаемо, да? Да, да. Отлично просто. Рабочие места у нас, соответственно, будут набиваться в одну комнату от 5 до 6, да? И мы будем на каждое рабочее место представлять собой юридический адрес. Да, юридический адрес, все, да. Как мы, в принципе, делали и наших старых проектов. Как мы делали и других проектов, да, потому что большинство таких бизнесов, в принципе, офис не нужен постоянный, нужно какое-то рабочее место. с юридическим адресом, куда они могут там раз в месяц приехать, либо там встречу провести, либо какую-то проверку принять. Потому что сейчас в наше непростое время, связанное с коронавирусом, многие перешли на удаленную работу, но периодически, конечно, какие-то офисные переговоры тоже проводятся. И доля таких бизнесов, она будет расти, потому что многие сейчас поняли, что, в принципе, из дома работать тоже можно, не снимая офис там за 100 тысяч, а снимая там рабочее место за 10 тысяч, вот, и экономить кучу денег. Отлично. Иван, а для инвесторов мы сможем также организовать все и сделать, если к нам люди обратятся? Я думаю, у нас, наверное, получится. Сможем. Почему нет помещения? Вот это есть, есть другие объекты. Ну, я имею в виду, найдем новое и, соответственно, сделаем так. Найдем новое, посадим арендатора и, соответственно, все это организуем. Несмотря на то, что сейчас все кричат, что коммерция сдохла, что это все неприбыльно, но это все полная чушь, потому что мы своим объектом видим, что даже в данную нашу эпоху, связанную с самоизоляциями, коронавирусами, все сдается, арендаторы никуда не сбегают, платят деньги. И, в принципе, все это работает, несмотря ни на что. Поэтому, почему нет? Ну, мы с тобой работаем по нашим объектам, мы минус нигде не идем. Да, мы минус нигде не идем, идем только в плюс. И мы не видим каких-то существенных сдвигов в плане арендаторов, потому что у нас в основном сейчас даже обратно идет тенденция. Народ из бизнес-центров А-класса, Б-класса, они все переезжают в более компактные такие бизнес-центры, где ставка аренды там не две тысячи за метр, а тысячи рублей за метр. И этот процесс, я думаю, будет продолжаться, чтобы опять же сыграть на руку, как всегда. Все, отлично. Спасибо Иван, что рассказал. Будем работать дальше. Всех приглашаем к нам. Всем удачи. Пока. Пока. Значит, на данный момент у нас на два помещения есть простые арендаторы с арендной ставкой 1200 за квадратный метр. И продано два рабочих места. Договора заключены. Все ждут, когда мы сделаем ремонт. Приведем помещение в должный вид. Ну и смотрите дальше. Я расскажу вам, чем эта история вся у нас закончится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу подвести итог по проекту Владыкина. Что было сделано? Мы купили два помещения общей площадью 148 квадратных метров. С двумя кадастровыми номерами. Большое помещение мы разбили на шесть маленьких. Сделали ремонт. Получили шесть кадастровых номеров. И три из них мы продали. В связи с чем вернули все денежные средства, которые были вложены до этого. Три оставшихся помещения на данный момент мы сдаем в аренду. Общая прибыль с них составляет 100 тысяч рублей в месяц. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok